ну как будто получше нет интересно у меня звук не записывается чем связано не знаю что плохой интернет а интернет плохой ну да видимо так это второй день тут думаю размышляю вопрос такой насущный в принципе я не знаю я так никогда не думал в принципе над этим и вот как ты можешь господь расположил по поводу религии да ну что что для человека религия что религия изначально переводе да это восстановление связи с богом народу израиль его господь дал скрижали скрижали заповеди людей поместили в ковчег заметно потом делали скинье потом храм построили один-второй вот как бы жили древние народы такие очевидно было что такое религия чем понятно было не надо рассуждать а сегодня вот насколько мы стали мудрее или умнее что нам не нужна религия сегодня я смотрю протестанты во многом да вот нас православных обвиняют то что мы религиозные то что она не нужна что христос пришел и сказал поклоняться нам духе истине а мы вот вот такие религиозники как это право оправдать можно вообще никак вот когда говорят что-то а как нам доказать что мы не правы его единственное что можем сделать сказать что мы не правы этим поставить все на место слово религия переводится сегодня на разные воды а подлинный смысл назначает благочестие религиоз я вижу как в особенно на боже на боже на боже это религиозность и павел увидел это в языческом жертвеннике набожность это религиозность их но господь то религию не приносил никакой он дал сам себя в жертву и в этом вот подмена как раз сегодня идет на этом уровне и на этом уровне видя окружающие какие в людях качества какие православные протестанты кто бы они не были они правы и нам ничего нельзя сказать потому что научить может человеку ходить храм творить добрые дела подавать свечки покупать но все что что есть так называемое слово воцерковление вот куда она подъехала я считаю самое негодные слова по грубому просто совершенно негодно и вот то что сегодня непрерывно сюда везде муссирует а что такое не знают имеющий сына божий имеет жизнь вечную верующий в него не имеющий не иметь жизни вся религиозность кончилась какая религиозность у человека которого повели на казнь как георгия победоносца до таких то было все житие наполнено его прям взяли этот беззакония возьмите того же ванифать да сколько таких было чего читая жития святых я их насчитывал такой там веры то никакой не было но он принял христа он поверил он умер за меня никаких плодов человек этот не оставил а другой религиозным всю жизнь ходит платят десятину и все как надо но внутри пустота он и причащается регулярно он не обидит меня не осудит ничего нету а кто духа христова не имеет тот не его вот это слышали и сразу в тупик и сразу же все по-другому увиделось да я всю жизнь жертвовал да я помогал да воспитывал да так да я старался старался с этим согласиться можно но быть крещеным а духа святого они в воде вот это тебе будет спрошено и не языки какие-то там получил а когда ты внутренне почувствовал а сияние света свыше это обязательно в чувствах отразиться хотя бог от нас чувств не требует требует покорности а какие чувства а такие вот я господи пошли меня так они в духе истине а я спрашиваю вы понимаете эти слова они не могут объяснить это не то что явится на небе знамение среди человеческого они не могут объяснить то тут понятно им не дано это ян затаус говорит но в духе истине я выскажите вы считаете как в духе поклонялся исайя пророк илья так написано бог требует одного заветнего где-то известно он в духе говорил иди вернись скажи языке продля ему на 15 лет жизни он знал будущее лежащего над ним только что изрещенное слово божие она это слово аннулируется бог горит я увидел слезы его над вернулся к стене плачет это не религиозность это живая связь с богом а в истине поклонялись нет не в истине в духе но не в истине а как этом да так они поклонялись в образах ягненка приносили в жертву а для нас пришел божественный агнес он умер за нас и мало того отдал себя нам вкушать тело свое отдал мы знаем реальность сообщения с богом конкретно святая литургия литургический канон а ветхозаветные не знали празднование как пишет павел флоренский по щиколотку в крови ходили там рёб и стон стоял скотина как там ревела а сегодня ничего этого нет ни одной капли крови нам омытой кровью его мы поклоняемся в духе истине а ветхозаветные пророки только в духе но не в истине у них десятисловия в образах они понимали вот это да не входи к жене чужого остальное остальное останавливались только там где уже кинжал горло а христос возьмем на другую ступень вот теперь показывает соединение с небом ты такой должен прийти ты должен отвергать это на духовном уровне на мысленном вот что это такое поэтому сектанты тут когда говорят о православных они правы мы должны сознательно что мы никакие но говорим у нас есть шанс мы в церкви ну то есть то есть мы мы должны как вы сейчас сказали мы должны духовно отсекать его как бы духе это все на себе переносить да как весь образ богослужения все это да вот уподобляться вот именно вот этому театральному зрелищу да то есть ну находиться в той же на ту же нету рима должны духи все это духовное но хорошо я спрашиваю скажите ежи херувимы поете о это важно а что херувимы как много херувимы тут прибывают и да ежи херувимы тайно образующие мы из себя представляем херувимов изображаем на сцене это самом деле вы правильно сказали именно так мы стоящие в храме и тайно образуем из себя херувимов а теперь читай про них так мы даже в это войти мы реально даже сходить на голгофу это не хамон андрея критского где 254 события было вложили два часа ясно дело что я должен библию знать очень хорошо а потом я не успеваю следить даже со событиями а литургии я могу следить и литургия это небо как выразился один архимандрит у нас был он это говорит кусочек неба на земле но это не евангельское выражение но смысл тот заложен здесь это реальность а сектанты все тоже делает ломают хлеб подают а ничего нету это все подражание дофана верона и корея а как же мы у нас уверовали да не истинно уверовали на ступенька остановилась стоит молодежь вся в галстуках все которые без галстука все расстегнуты вы знаете что это хотя нет а почему у себя 666 на лбу не напишите или на на майке или где-то это не имеет значения главное внутри твое сердце почему тут попятились понимаете как все говорит внешне от избытка сердца говорят уста от избытка сердца руки движутся от избытка сердца одеваемся обуваемся а у них не так я принял христа в германии проще всего поднимите руки кто за христа подняли руки а сам сидит курит все покаяние считается до действительное но у нас это не может быть такого нас покаяние то слезы и она лестящих и дамаскина это стон такие как у павла фивейского считаем основателя монашества когда они как ефрем сиринга борозды под глазами от слез имели а почему они видели глубины как симеонового богослов и исаак сириянина их называли человек на небе и ангел на земле этого сегодня протестанты не знают у нас есть образ христа и те которые шли за ним какие тайны и бог открывал ну пусть они покажут у себя таких знатоков какие православные были даже языка как хвольсон как ну герасим петрович павский который библию перевели они ее признают как это без веры можно было найти такие слова когда значение слова иногда на 20 мыслей расходится и они нашли нашли это слово православие это живой отросток то есть духовный человек духовный человек испытывает некую жажду а вот этой литургии так как он уже духовно присутствует на той литургии небесной когда ангелы прославляют господа свят свят господь саваоф да господь как бы уже духовно уже там присутствует но это серафим саровский когда его нужно было он как в прострацию подал лицом менялся его под руки выводили до этого состояния божественной литургии мы можем только думать доходить это дано не каждому нам достаточно веры имеем но входить в этот экстаз его мы не можем просить у бога как езда ему открылось ангел приходит 7 дней одними светочками питается потом открывается я должен поверить а остальное как бог даст мне ни разу нигде не послышался ни один голос ни разу нигде и они ни разу не видел ни одной секунды ничего потустороннего но у меня вера огромная я верю всему написанному от точки до точки в житиях у нас вот я уже не помню у кого вы видели святых они над землей поднимались на метр на может быть и выше поднимались на земле в болитве мария египетская мария египетская ее видел засима старец да ищи помимо есть святые там переносились место на место конан конан это за 5 марта жития прямо поднял его туда они на конях выехали к идолу своем а то он говорит я успею как мы на лучших конях приехали при туда прискакали он из пещеры выходит и и дал был ну и при них он и дала давай приказывать и он вышел упал и рассыпался а я вот слушал сейчас пятидесятника одного известный пятидесятник тоже был гонимый вот до слова божии в америке он там не помню как его фамилия башмаков или как-то не помню вот он рассказывает о себе в тюрьме как посажали в стакан могут и время там ну десятки часов пролетали за минуту как он в духе молился вот в этом не замечает совершенно времени молитва тоже такая сильная вроде сектанты да а посмотрите какая маленькая это житие германа аляскинского говорится когда он прибыл в одно место и у инокентия просветителя севера вениаминова они готовы у нас здесь есть один человек в виде шамана а он уже сказал что приедут такие-то люди на корабле и вам будут говорить истину они решили с ним встретиться когда встретились и спрашивает а как вы это узнали а он это приходит такой-то вот светлый прямо показывает и он мне все это говорит а вот язычник был не обращенный это бог так делает ну например савл шел какой он был гремел все вокруг дрожало и вдруг явление стал с колен уже другой человек так что и сектанта бог может что угодно ему сказать сделать но он не в церкви для спасения это ему не подвижница не на грамма наоборот на этом закрепляется как антоний говорит бог может допустить так что дьявол даст силу и будешь по воде ходить только для того чтобы закрепить тебя в заблуждении вот они говорят у них там усилием из колясок встают там все я чуть не видел ни одного исцеления то почему не бурно так обсуждают это все разве есть вот у них исцеление такие а кто обсуждает то пятидесятники у них исцеление может может это и мусульман есть у буддистов у буддистов то что есть у православных нету умер у них какой-то там свой гуру проходит уже сто пятьдесят двести лет и у него чувствуется как кровь пульсирует и он говорит определенное время не восстанут и там этот мул дашев пишет эрнест он там их бывает это газета аргументы пахты пишут на подходе и энергетика такая что меня горит отбрасывает из демона охраняет пещеру то есть он они приписывают богу как блаватская сидят за столом с потолка падает с голого потолка падает письма дьявол все может делать ну и стереть может делал конечно а почему нет она только говорит почувствуешь как в другом месте тебя что-то кольнуло болезнь может перегнать из одного сосуда другой он молится бог отвечает ему но не церкви ему-то пользы никакой от этого нет а может это божественная я ничего не могу сказать он просит христа во имя христа это бог делает но они церкви вот чем дело то он на этом останавливается почему бог делает так зачем у него закрепляет его заблуждение то ничего не могу сказать я знаю одно только я не обмирают якобы видят там христианин какой-то видел все почему ты не сказал что тебе там который являлся так как ты считаешь ангел почему тебе не сказал что ты в заблуждении не в церкви почему не сказал что у тебя ложное толкование почему не сказал что собор и церкви в духе святом ни одному сектанту этого никто не говорит там какой же там дух то и очень невозможно никаких говорений языками ничего это все это на это самодумно вчера ко мне один такой зашел он долго звонил кое-как я ролик выставлю такая борода большая у него и он сам нигде не было 50 и как и друг заговорил на разных языках но якобы на разных он говорит так я всего слов говорю я ему игра в течение пяти минут докажу вам что-то не от бога а как очень просто духе пророческие появляются пророком а ваш не повинуется то если начал говорить то остановиться не можешь ну да ну а теперь если нет толкователя молчи а вы не молчите как гуси гогочите все вместе я-то среди них был проповедовал а если есть толкователь 2 3 по самое большое три проповедника должны быть за всю за все богослужение а вы один другого сшибаете лезете ничего божественного нет или или он уже третьем веке пишет что говоря не языков не было не было гласолали и она зато уста не было но когда нужно было ефрему сирну поговорить с василием великим пришел храм он горт помолись обо мне и бог открыл ему знание греческого языка без всякого научения то есть это в частном порядке в единичных случаях могло быть никакие эти языки не от бога совсем это просто совершенно не от бога его это и не надо не совсем он не зачем он не понимает они допустим общаются между собой сектанты да когда вот они как бы говорит там мина не так там пятидесятник баптистов они православие даже в расчет не берут как будто самые самые низкие опять-то религии непонятные вообще то есть они даже и не ориентируются не или как я расскажу так слишком долго трудились православные что показать что они неверующие у них сложился образ от того что они видят в нас у меня близкий знакомый был его матушка мне ближе была чем он отец александр бурдин он сейчас и какой-то там с хитом нах не знаю кто он теперь там благощины красноярского края и мне нужно было кажется отнести книгу или что-то к 50 ником она там девушка была одна теперь она замужем за которой я когда-то сватался было время такой она близко я старался его как-то но отметить и он вернулся я приехал у него печь и дело для просворни и неделя назад было как он сильно встречался и мне он говорит как бы все еще на том подъеме я впервые увидел как молятся как они молятся я никогда этого не видел неделя прошла вот у них прямо он молится своими словами горит огнем это он увидел а он не баптист благощины их три брата все священники вот какое дело они делом показывает что у них связь есть с богом а православное что и курит и пьет и матерится и что угодно любого на улице спросят и какой веры православных и это ничего них ни к чему не обязывает и пожалуйста любого из этих банкиров еврейских спасите все они православные лужков православные собянин православные президенты вице-президент все православные а живут по миру всему в галстуке облепленные грунт на день тогда знак шестиконечную звезду почему ты не беру а там астонский знак а дальше не идет почему а потому что она оттуда из одного гнезда а это прихлебатель мелочь что они ничего не знают вот сейчас опять идет волна говорит это да страна будет восстановлено православие как мы на волну и корсуру все она она мертвая совсем того и искры никакой нету понимаешь какое дело вот в обо есть такая газета черная сотня и там роберт у них главное то и на наш сайт вышли наши обратились что-то самым мощами и они путаются как один на меня говорит это ягодистский жид ягодистский жид но подождет роберта придет мы узнаем там и что они начинают говорить вот смущительно то что игнати сказал святая библия кто что-то так называл то евангелие святой играть я слышал и вдруг стреляет какой-то священник отец серьги и говорит я не из круга игнатия ну скажи у тебя дети есть ходят они на там воскресную школу да но они им говорят а потопиное ну да так это все из ветхого завета дальше что-то говорит это из ветхого завета сын-то твой знает больше а игнатий говорит на меня напали некоторые и библию совсем не знает я сразу понял это круто православная отец сергий говорит по и поймите пройдет лет 50 а то может намного меньше игнатий канонизируют книги о примут к сведению где он обещал священство выкинуто основной примут еще мощи начнут резать моя тоже съездил я как сапогом дам так и вылетите то есть придет время господь силен это сделать силен и будут обращаться к тому что уже известно они еще не понимают что моих книгах написано я уже об этом говорил из библиотек пытается изымать прямо изымают вот кемерска аристарх он не может взять одного священника посылает благочинного она не отдает а у него близкие отношения отношения с аманом тюлеевым он ему такое дело аман тюлеев он уже христианин но он под их влиянием он дает указание библиотеку брать книги лапкина или и мне сразу сообщает директор там через кальмаева отдают это в другом городе в омске то есть они пашут на губернаторах но книги ваши сжигают видели как у осипов но ни одного документально и видеть не видел везде показаны книги стоят семинарии придет время они их поставят на первое место я немало в этом не сомневаюсь потому что книги эти написаны в пророческом духе они их не знают еще не знает все силы но раз они против моих книг так воюют как не против кощеткова не против кого значит они на интуитивном уровне понимают в них заложено что-то страшное для них для них для их мертвенности для их обмана и она же творят людей вот почему они гоняются за моими книгами эти книги могут дать такой толщок что начнется пробуждение а чё же нет и так не успокоились да все там это дудина 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 ничего не слышно отцы свергиты не слышно ничего ничего не слышно все замерло молитва что значит мы день и ночь молимся что бог их благословил чтобы открыл им глаза что они делают не то я каждый день молюсь их перечисляю господи невмени им на страшном суде их безумие они не знают что делать они воюют против собственного спасения но вот этот каварбек алмазов там ну ты за этого я сходил там в кемерово там фсб сходила в краевую прокуратуру и там видно приструнили он засыпал весь интернет там блудными эти мою голову прирепляет к секс который творят а сейчас нету это может кто-то не у на 1 клевет на клеветали но нет не клеветали он 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 там рядом которые находятся знают он их донимал тоже этим рядом там называется имя и наташа и прочее с караганды вышли они все разоблачили его тронули и он сразу мгновенно заглох и больше нигде его нету нигде вида местная прокуратура но я заготовил большое письмо в уме пока мне сказали подождать какой будет результат но местная прокуратура мне позвонила кое-что прояснить хотели видимо они взяли за это дело как положено делу делу серьезный такой ну да ну представь себе он там ну мне говорят ладно ты-то уж куда не не шло но жену то то и зачем они лепят везде он вот такой и есть у него там какое-то свое заведение там женщины голые по столбам шастают разве как обезьяны и вот там одна прислуживает он с ней же ну то есть про него все рассказывают какой негодяй а я молюсь за него он может еще покаяться и главное с д саварбек джебровилович д д д сергей везде д с почему откуда я знаю почему а так как бы предупреждение хотя у меня есть близкие люди надо и на с нынче крещение принимал сорокин дмитрий я все равно для себя я сейчас мне будет беседа там с одним сектантом в общем но он как бы он не принадлежит сейчас знаете ну есть такие люди вот они как бы проповедуют но они на себя не относит ни к каким организациям с таким я хочу беседовать это самые опасные люди самая бессовестная это пока ни одной надежды не было он подмазывается ко всем где его накормят как правило никто видение это воскрешение из мертвых они на этом тешатся а люди падки на это у них ничего нету бессовестность тут он исцеляет у них массовое исцеление вода массовое зелень 2 исцелил и верет а 22 заболели когда до дела то дошел я с этими людьми стала не горит а шарахтулись выиграть что с ним познакомились от него кроме болящих играть ничего и нету книгу выпустил он книжку прикладывает как трофим этот он почаевали где он там не почаева дивеева а теперь его свои монахи калашматят со всех сторон я никого не исцелял но у меня есть крест распятие который лежит прямо среди на книгах то и кому надо приходят целуют и прижимают больным местам я все время глазу прижимаю у меня глаз все еще целый считается что так рез не дали от расстрельного священника раскопали не ну посмотрите у них как у всех патологический ненависть православие друг другу говорится и спит ну можешь сказать не порочит вот против православия как один выступает я на это отвечаю так слишком много мы насолили в религиозных вопросах делали все неправильно делали не так как надо и поэтому здесь я ничего не могу сказать кроме того что мы виноваты и рогами в землю и поэтому они нападают на то что слышали и что видели а слышали видели только отрицательное но когда они встречаются кто знает православие они совершенно другие делаются я тоже свидетельствую у меня были такие встречи с ними это благодарные слушатели как они обращаются к богу какие ревностные делаются батюшки православной церкви справа православными можно беседовать это не староверы без поповцы вот которые для всех всем сделали с которой как бы думают это попрошайки работать не хотят ни одного из них не видел на работе чтобы он как вот ну мы пахали на стройке до слова сказать что собрание было по послушайте его на кутру будет стоять видимо или утром завтра как у нас там на этих прудах сейчас какая там идет борьба дежурят они пруды все устояли и только в одном месте вода протащилась где соединение новой насыпи со старой насыпь и вообще неожиданно батюшка там меня звонит и звонит вчера так что помогли на ухите к работе стоят все стоят еще еще не сдвинулась и даже тоннель по счету пошли оха какое-то даже тоннель под дорогой который был этот остался целый но вопросы есть мы там деревья остали чтобы вода била с них и не земли не размывала они тоненькие в руку толщиной но оказалось что вода то набралась пруд то полный и подняла весь этот мусор сучки что зимой они обрабатывали деревья пилили то эти сучки по поверхности несет они упираются в те деревья и убрать трудно очень но они дежурят затор но ширина то почти 3 метра короба почти наполовину вода думали не будет вообще воды но пока вот все благополучно ну и народ там люди защищают защищают и дежурят по полтора часа ночью батюшка мне звонил все я сказал что им нужно делать продолбить лед на полметра загородить это эту забить где протекать начало протекать между на насыпи старой плотиной настолько необычно я вчера думал как это может быть 17 что ли тонн весит эта фигура ну просто страшно какая тяжесть этот бульдозер то как он мог не придавить то и стал размышлять а глина-то была сырая от мороза она расширяется она расширилась она место нанесела и маленькие щели сделала и вода начала просачиваться потому что где бы что ни делали на глину сыплется подушка сантиметров 15-20 из песка чтобы все эти бугры где за застывает они в нее но везде так делается подушка песчаная а там-то у нас нету я не может быть иначе вы моет вот она причина в чем вид по всей вероятности там и до листиков все вы метали думали может прутики остались нет это глина порвала порвала и она сырая была она еще не усохлась но если лето простоит больше этого не должно быть да я все понял больше у меня нет вопрос спаси христос так мы как договорились каждый ставит свое у меня что-то перестал звук появляться второй день поэтому у нас этот никита тут снимает я поставлю уменьшую поставлю полезное все с богом не забывай заходи чем чаще заходишь мне приятнее это ну все они тебя господь матушке поклон вот так